Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! Сегодня мы в очередной раз поговорим с вами о том, как правильно складывать компостную кучу, так, чтобы она эффективно переработала ветви, продуктивно переработала всю органику, и что делать с больными ветвями, больными ботвой от томатов, от картофеля. Как вы видите, вот эта куча начала ее складывать весной, и здесь на поперечном срезе можно увидеть, что веточки различных сечений здесь присутствуют. Ветви толще диаметром чем 4 см я не кладу, на низ кладутся потолще веточки. Сейчас я принесу, и мы будем постепенно показывать это все, сопровождать. Потом более тонкие ветви. Укладывается это, пока куча-то уже просела. Когда я ее сложила, она была выше меня ростом, высотой. Вот она уже просела, уже здесь какие-то процессы прошли. И сейчас будем складывать потихонечку новую кучу, пристраивать к продолжению. И, значит, первый слой у нас должен быть в более-менее утрамбованном виде, сантиметров 20, для того, чтобы ходил воздух, чтобы продувалось. Это важно. Важно почему? Потому что нам нужно, чтобы шли процессы минерализации и не шли процессы гниения. То есть у меня вот предварительно, вы видите на переднем плане, вот здесь вот просушены уже ветви, они подсушены, и такие крупные веточки тоже, они минимум уже недели-две полежали. И все это делается именно для того, чтобы не шли процессы гниения. Почему это важно? Потому что при процессах гниения очень много выделяется аммиака. И азот, нужный нашим растениям, он, в общем-то, испаряется. И самое главное, что добавляет это все в копилочку озоноразрушающих газов, да, и парниковых газов. Поэтому, ну, как бы, надо заботиться об экологии и пытаться делать сельскохозяйственное производство максимально экологичным. Вот как я говорила, что у меня есть различные давности крупные веточки. И вот вы видите, они по сечению, ну, толще 4 миллиметров в диаметре нету, ой, сантиметров, 40 миллиметров. И вот достраиваем кучу, то есть на низ вот такие ветки потолще. Дальше у меня пойдут ветви здесь вот ива и обрезанная роза. Оно колючее, поэтому буду аккуратно это все. Ветви лучше измельчить, оно технологичнее будет. Хотя, если вы, допустим, спешите, то можно и не измельчать, а длинные класть. Все зависит от того, от времени, которым вы располагаете, и от ваших задач, какие вы преследуете. Если у вас куча рассчитана на 2 года, то можно ничего не мельчить, а укладывать вот таким вот образом. Ну, вот видите, ее нужно немножко притоптать, потому что, когда кладешь рыхлым слоем все, кажется, что у тебя там неимоверное количество. На самом деле, видите, утоптывается. И вот как раз получается у нас сантиметров 20. Сбоку можно это все подбить. Значит, для того, чтобы куча быстрее перепревала. Сейчас, коль мы работаем с ветрями, ветви у нас, и измельченные ветви, тоже кучка вот отдельно лежит. Они подсохшие, осадков не было. Сегодня такой легенький дождик поморосил, только вот смочил пыль, что называется. Все сухое. Можно пересыпать сухими азотными удобрениями. Это и аммиачная селитра. Вот такая вот. И аммиачная селитра, пожалуй, для этих целей получше будет. И карбамидом или мочевиной, это одно и то же. Но, когда ветви очень сухие, влаги недостаточно, и пока оно заработает, это будет достаточно сложно. Поэтому, значит, что мы в таких случаях сделаем? Я возьму аммиачную селитру. Почему? Потому что она легче растворяется. В дождевой воде, это вот нужно знать для себя, в дождевой воде хорошо растворяется, практически лучше растворяется, чем в водопроводной воде все удобрения. Раствор любых азотных удобрений должен быть концентрированным. Для компостной кучи это для чего делается? Для того, чтобы мы обработали и быстрее запустить процессы перепревания. Почему это еще важно? Это как раз уничтожает патогенную флору. То есть у нас очень много и сопрофитных, допустим, организмов разных, и патогенной флоры разной. И нам важно, чтобы это все перепрело, чтобы не образовалось у грибов. И у бактерий, ну, у грибов в первую очередь, значит, чтобы они не прошли стадию канидеальную, да, то есть чтобы они не начали спроносить. Да, вот стадию спроношения, чтобы избежать, нам нужно, чтобы оно переработалось. Вот для этих целей, когда органика быстро перепревает, во-первых, у нас идет разогревание компостной кучи, и очень многие микроорганизмы погибают. Считается, что денатурация белковых молекул происходит при температуре выше 50 градусов, но споры сохраняются и у некоторых микроорганизмов при очень высоких температурах. Но мы будем говорить о такой, в принципе, как бы обыденной, естественной микрофлоре, которая присутствует у нас, ну, скажем, в нашем ареале обитания, да, то есть вообще в республике. Большинство бактерий, конечно, там хранится в почве, и все, но, значит, споры вряд ли уничтожатся, но, значит, когда куча компостная складывается еще пока тепло, она хорошо разогревается, и температура поднимается даже выше 70 градусов. Я слышала такую информацию, что сейчас многие люди обеспокоились тем обстоятельствам, что при складывании компостных куч, значит, можно спровоцировать развитие аспергилоуса дымящего или пылящего, так говоря, значит. Значит, аспергилоус флавус – это, в принципе, нормальная такая микрофлора для Республики Беларусь, и не только для Республики Беларусь, а широчайший ареал распространения у нее. Значит, развивается этот гриб при температуре 37-50 градусов, да, то есть для него это не страшно, он спокойно развивается, он, значит, любит… Это сапрофит, то есть она в мертвой органике спокойно распространяется, он выдерживает достаточно высокие концентрации солей, сахаров, но все-таки для развития микроорганизмов всегда предпочтительны какие-то обстоятельства. Вот для него предпочтительно, значит, наличие сахаров в небольшой концентрации, но тем не менее. Так как у нас все подсушено, значит, уже мы каким-то образом минимизируем, значит, его развитие. Но самое главное здесь вот у нас все-таки мочевина, она нам разгоняет температуру, и я вам уже говорила, что я когда складывала кучи, когда накрываешь все, укрываешь, изолируешь от внешней окружающей среды, то у меня было такое, что где-то в конце ноября, в начале декабря я подошла к куче и подняла укрытие, засунула туда руку и, ну, в общем-то, почувствовала, там было настолько горячо, там, ну, выше 70 градусов, я думаю, что там было, даже, ну, при холодной температуре воздуха. И вот уже конкретный гриб уже не сможет развиваться. Естественно, споры там выдержат как-то и более высокие температуры, но тем не менее, все равно процессов гниения нам нужно избегать. И поэтому мы будем только увлажнять кучу для того, чтобы запустились процессы нитрификации, скажем так. Вот видели, значит, что я вначале развела в ведерке, и вначале всегда при растворении у нас в ведре должна быть вода, и любые порошки, любые там гранулы мы всыпаем в воду и растворяем в воде. В этот, в опрыскивателе там у меня уже была добавлена вода, то есть приблизительно сейчас у меня будет концентрация где-то такая 5-6% и я думаю, что это будет, ну, в принципе, нормально, да. На что нужно еще обращать внимание? Вот аммиачная селитра, и здесь азота содержится 33%. Это важно учитывать, почему? Потому что, ну, всегда концентрацию правильно рассчитывать не просто вот химически, допустим, если у вас 5% раствор, значит, 5 граммов препарата вы растворяете в 100 миллилитрах воды. С любыми удобрениями всегда все рассчитывается по азоту, и вы смотрите, если вам нужно, допустим, 5% раствор мочевины, значит, вы 100 делите на 33, вот в данном конкретном случае, а вот здесь в карбамиде здесь 46,2, значит, 100 вы делите на 46,2, получаете коэффициент, и вот тот процент, который вы хотите сделать, если 5%, вы умножаете, допустим, на 2,3, вот такой коэффициент будет, в этом случае будет троечка, да, то есть здесь вам уже нужно будет не 5 граммов на 100 миллилитров, а 15 граммов на 100 миллилитров, то есть вот таким образом, вот это нужно учитывать. И это важно, особенно вот для того, чтобы быстрее запустились наши процессы, для перепревания органики. Вот смотрите, я прорабатываю, то есть не надо, чтобы оно там лилось, да, а вот просто смочили, этого будет в принципе достаточно для того, чтобы запустились нужные нам процессы. Вот, заодно тут и сверху проработаем вот это вот, вот мы увлажнили положенный слой, теперь мы можем продолжить докладывать уже ветви, вот в данном случае сейчас я буду в мелкие резаные веточки докладывать, потому что у меня на теперешний момент нет сухой травы или там соломы, но вы в принципе должны знать, что когда у вас ветви сухие, да, вы можете сверху положить траву. Если у вас трава такая подвяленная, то можете подвяленную траву класть, и тогда по подвяленной траве лучше рассыпать сухие азотные удобрения. Если у вас высохшая трава совершенно, то тогда лучше и сухие веточки увлажнили, положили слой травы, тоже увлажнили, сверху потом сухим сломы прикрыли и закрыли, значит, пленкой или плотным-плотным спонбондом, и немножко укрытие будет разниться. Если лето и сухое лето, чтобы все-таки куча дышала, да, чтобы это не было пленочное укрытие, лучше укладывать сверху плотный спонбонд. Плотность должна быть 60. Вот, если сырая погода, то лучше тогда все-таки закрывать пластиковым укрытием, и тоже лучше, чтобы это была черная пленка. Почему? Потому что тогда черный цвет притягивает солнечное излучение, и куча лучше прогревается и разогревается. Но, в принципе, у кого чего есть, поэтому это такой не особенно принципиальный вопрос. Но укрывать нужно, опять-таки, для чего? Для того, чтобы у нас не улетучивался азот. А это может происходить. Вот на этот увлажненный слой мы сейчас добавим уже измельченных сухих веточек, как я вам говорила. Но это может быть и трава, да? Опять нужно уплотнить это дело. Ну и вот в очередной раз мы новый добавленный слой тоже прорабатываем раствором, в данном случае у меня мочевина. Ой, не мочевина, а аммиачная селитра, но это может быть и мочевина. Мы уже добавили второй слой, проработали его в очередной раз раствором аммиачной селитры. Теперь что делать? Мы сюда дальше можем продолжить складывать компостную кучу. И вот когда говорят, что можно ли добавлять туда поврежденные различные фитопатогенные флоры растительные остатки. Да, можно, но я во всяком случае это делаю. Вот у меня здесь сухая ботва картофеля и вот свежие листья обрезанные и пасынки томатов. И смотрите, что мы будем делать. Значит, вначале сухую ботву добавляем. Но она не совсем сухая, она такая подвяленная еще. И укладываем слоем. И вот сейчас, коль она у нас подвялена, да, вот сверху, ну, во всяком случае, я так делаю, я, когда оно подвялено, все-таки пересыпаю. То есть нужно всегда думать и о технологичности процесса. И пересыпать сухими удобрениями всегда проще. То есть вот на теперешний момент. У меня здесь карбамид. Карбамида в карбамиде больше азота содержится, 46,2. И вот просто вот слегка посыпаю. И вот помидорные, значит, листья томатов, да, и пасынки. Что с ними делать? Вот здесь мученистая роса в присутствии, да, на веточках. Можно поступить другим образом. То есть мы заранее приготовили концентрированный раствор мочевины, да, вот он в ведре у нас. И можно либо повторить тот же прием с опрыскивателем, а можно, если вы очень сильно переживаете по поводу находящихся там грибков, обработается ли оно. Можете смочить вот в конкретном, значит, растворе, да. Здесь действительно процентный раствор. И вот смачиваете и укладываете дальше на эту компостную кучу. Если у вас по какой-то причине, допустим, нет азотных удобрений, что можно еще сделать, да? Можно взять железный купорос. И вообще все зависит от назначения, какая у вас будет компостная куча. Если у вас есть, допустим, гортензия, вот у меня есть гортензия и рододендроны. И если я в последующем планирую компостную кучу использовать для удобрения вот этих вот растений, значит, я использую железный купорос. Почему? Потому что особенно для крупнолистовых гортензий они тогда будут эффективнее цвести. И самое главное, многие, кто увлекается цветами, знают, что гортензия вначале цветет розовым. И для того, чтобы добиться от нее, допустим, голубого цвета или фиолетового, сиреневого такого, не фиолетового, извините, сиреневого цвета, то вот нужно тогда использовать либо соли цинка, либо соли алюминия, либо соли железа. И железный купорос для этой цели тоже очень подойдет. То есть он тоже, значит, разрушает патогенную флору и тоже концентрированный раствор. Здесь должен быть вот в этом пакетике 200 граммов. Значит, вам на такой, допустим, опрыскиватель или на ведро воды на 10 литров вам нужно 400-600 граммов. Это получается 2-3 пакетика. Растворяется таким же образом. Либо через опрыскиватель опрыскиваете, либо смачиваете в растворе и укладываете. Зеленые, допустим, зеленые листья, ну, я, допустим, так делаю. Если у меня зеленые листья, я все-таки не смачиваю. Это долго, это, ну, для меня это утомительно. Это показать как пример. Ну, хотите, кто хочет перестраховаться и заботиться о том, что не все обработалось, то, пожалуйста, смачивайте. Но вообще я делаю вот таким образом, раскладываю. То есть все у меня подсушено, а вот это вот свежие листья. Они буквально вчера были только обработаны растения. И вот сразу утилизирую их. Подгребаем все аккуратненько, укладываем. И я пересыпаю сухими гранулированными удобрениями. И вот завершающая на этом этапе, какая процедура, значит, для того, чтобы не было контакта с пленкой или спонбондом вот этих вот гранул, есть сухие растительные остатки. Это сполотые сорняки, высушенные. И вот в завершающем приеме именно вот это вот для избежания. Ну, и влажность таким образом тоже будет регулироваться. У нас будет куча увлажненная, но ни в коем случае не мокрая. И у нас будут идти процессы ферментации, а не процессы гниения. Ну, и вот на завершающем этапе нам нужно компостную кучу просто укрыть. Я укрываю спонбондом. Вот можно показать упаковку от него. Агросуф 60. Вот маркировочка. Для того, чтобы ветром не сдувалось, вот я застрочила здесь такие карманы. И сюда можно просто закладывать либо металлические какие-то столбики, либо деревянные столбики. Ну, это позволяет удерживать от ветра наше укрытие. И вначале мы укладываем в одном направлении и другим куском сверху уложим в другом направлении. Всё, вот таким вот образом куча будет укрыта и она начнёт работать. Куча сложена. Если у вас будет необходимость дальше докладывать, то, пожалуйста, докладывайте. Продолжайте именно таким же образом принцип сэндвича. Ну, и желаем вам успехов в получении хорошего компоста и обездоражено. Всё, до свидания, до следующих встреч.